рыбакит папа рисует привет друзья с вами моряки привет действительно моряки с нами меня зовут ланя а это никита сколько ребятники ребят 6 лет мне чуть чуть больше и мы рисуем вместе что с никитой рисуем кораблик вдвоем рисуйте с нами это будет просто будем рисовать вот такими карандашами карандаши фирмы гамма цветные карандаши очень толстый называть малыш выбирать свой цвет который тебе нравится это и карандаши это мои карандаши как он тебе нравится сначала надо корпус нарисовать корпус праве рисуем корпус какого цвета черный всегда черный а можно я буду выбирать другие цвета или такие же как ты выбирать например коричневый у твой корабль какой он будет деревянный или же железный 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 тогда черный тогда черный рисуй а я буду с тебя срисовывать и сегодня вот так нажимаешь он выпадает берем и рисуем давай покажи какой твой корабль но надо чтобы он здесь в лес вот так где-то вот такой рисуй как он будет покажи как покажи покажи так как ты рисуешь так так длинный корабль рисую рису длинный корабии я тоже нарисую трин и корабли длинный к ровня военный коробок или же мирный рабочий военный такой хорошо я тогда вот так вот такой корабль похож на сковородку сбоку когда смотришь ты железная бунная сковорода дальше что дальше рисуем Так вот, держим. Рисуем. Кабину. Кабину. Рубку, наверное. Рубку. Да. Там, где солдаты сидят, да? Давай рисовать рубку. Я рисую ее вот так вот. Смотри. Надо решить, где у нас нос, а где корма. Где нос, а где корма. Ответь. Где нос, а где корма. А нос? Нос это туда, куда он плывет. С этой стороны. Тогда здесь можно нарисовать, знаешь что? Такой якорь. Классно якорь рисовать. Здесь якорь. Мне кажется, хорошая идея. У каждого корабля есть якорь. Это бесспорно. У военных есть и у мирных есть тоже. Так. Якорь. Хорошо. А здесь уже рубку рисуем. Рубка это там, где управление сидит. Например, капитан корабля. Вот так я ее рисую. Так, так, так и так. Трубы будут у корабля? Трубы. Да. Трубы. Он будет, как сказать, такой пароход, да? С трубой. Или без трубы. А с военным. Военный пароход. Хорошо, труба вот здесь тогда можно вот тут ее нарисовать. Так. И она будет черная, к примеру. Здоровская черная труба. А пушки мы будем рисовать на твоем военном кормле? Пушки. Ты как покажешь, как ты умеешь рисовать пушки? Я тоже часто в детстве рисовал пушки, но сейчас я стараюсь больше рисовать цветочки, зверей, чтобы быть добрее. И чтобы ребята нарисовали. Как ты рисуешь пушки? Покажи мне, как ты рисуешь пушки. Сначала корпус. Корпус пушки. Длинный. Длинный корпус. А потом вот так делаем. Так. Поменьше уже корпус, да? Да. Так. А потом делаем выстрел. Такой. Ого. Ну мне вот так. Можно вот так? Да. Отлично. Отлично. Одну пушку нарисовали. Давай теперь окошки нарисуем. Иллюминаторы. Есть же? Наверняка у него должна быть еще мачта. 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 На мачте есть несколько вещей. Например, флаг. Флаг красный можно нарисовать. Красный флаг. Мне нравится красный флаг. Это здорово сказать. Вот. А ты синий хочешь? Бери синий. Рисуй-ка. Синий флаг. А также наверняка на нем стоит, знаешь, что такое радар. Знаешь, что такое радар? Да. Это такое длинное, где связь. Связь, да? Ну, может быть и длинная, а может быть как антенна работает. Вот так я ее рисую. Он распространяет звуки электромагнитные. Волны. Вот так вот. А потом, когда они отражаются, он понимает, что далеко или близко другой вражеский корабль может находиться. Так что вот так работает радар. О, у тебя так... Ну, тоже, тоже. Неплохо, неплохо. Хорошо придумал. Давай нарисуем нашему кораблю иллюминаторы. Ты знаешь, что такое иллюминаторы? Моряки знают, что такое иллюминаторы? Нет. Иллюминаторы это такие круглые окошки на корабле. Да? И мы их можем нарисовать синеньким. Классные круглые окошки. И мы их можем нарисовать. Раз, раз, раз. Отлично. Очень хорошо у нас получается, ребят. Все, мы стараемся. У тебя такой мощный военный корабль. Пушка у тебя гораздо мощнее, чем у моего корабля. Прямо 100%. Тебе нравится корабли рисовать? Да. Расскажи, ты ходишь в садик? Да. Там рисуешь корабли? Ну да. Профессионалка? В школу пойду. В школу. Зимой. Зимой? Осенью, наверное? В январе. В январе. В середине января. Ну ладно, хорошо. Закрашивай. Пока ты закрашиваешь, я ребятам покажу, что еще можно нарисовать на нашем корабле. Можно нарисовать большую рубку, чтобы видно было, да? Здесь окошки еще нарисовать. Вот здесь. Здесь нарисовать дверь. Я так думаю, это тоже хорошо. Вот когда дверь есть, и можно зайти туда, да? С ручкой дверь есть. Все нормально. И думаю, что достаточно для нашего корабля. Теперь можно нарисовать ему море. Ты сейчас закрасишь, ему море нарисуем. Дверь нарисуешь, да? И мы можем уже рисовать море. Мне кажется, это важно для корабля, да? Ну, а то он плыть не может уже никуда. Я рисую море чуть-чуть ниже, вот так вот. А здесь вот такое море. Здесь даже можно так закрасить его, вот так, в синем море, чуть-чуть ниже. Я вам покажу, ребят, почему. Потому что многие корабли имеют ватерлинию. А ватерлиния, это значит то, что ниже воды она красная. И это очень идет кораблю. Красиво смотрится, да? Можно нарисовать и здесь красным. Очень красиво получится тогда. Да? Вот, 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 правильно. Раскрашивать очень легко. Карандашами толстые, когда вот так я поставлю. Когда они толстые, вот этими карандашами, очень легко раскрашивать. И на самом деле они очень легкие. И я бы назвал даже мелками почти, что только руки чистые у ребят. Красный, вот он. Бери, красный. А можно оранжевый? Конечно, можно. Любой цвет выбирай. Так, давай, давай, давай. Вот, ватерлиния. И закрашивай. Я думаю, прям до конца, да. Ты так закрашивай. Ну, как умеют. Некоторые ребята крутят рисунок, а некоторые нет. Ну, получается, у нас ничего так. Приличный корабль получил. Будем заканчивать? Да, надо. Покажем, что еще надо. Надо корабль покачить. Черный? Да. И еще надо было, чтобы тут сидеть человек и человеки. Тогда бери черный цвет и нарисуем человеков. Людей. Нарисуем людей. Вот здесь у меня человек. Вот так я рисую людей. Вот так я рисую людей. Да, рисуй так. Раз. Два. Да, такое вот. Тело ему. Ну, голова и две руки. Очень легко так рисовать человека. Вот у меня человек. А других людей, они там внутри в рубке, их не видно, к примеру. Мне кажется, это тоже хорошо. Одного достаточно. Ты хочешь обязательно закрасить корабль. Мне кажется, белый корабль тоже красивый. Да. Ну, надо, чтобы был военный. Тогда рисуй военный. А как военный рисовать? Закрасить его обязательно? Или что? Нет. Просто надо зеленый. Давай, покажи. Ах, я понял, что хочет Кита. Он хочет сделать его суперкрутым, да? Да. Это я не ожидал. Но это стоит того. А как зеленым? Это называется цвет хаки, да? Когда ты пятнами рисуешь корабль, да? Вот это да. Ну, давай просто зелеными пятнами нарисуем сначала много зеленых пятен. Вот так. Много зеленых пятен. Это просто. Вот так вот. Много зеленых пятен. Просто рисуешь. Они такие довольно толстые такие. Как будто бы кто-то наляпал, не умел красить корабль. И закрасил его так, не обидно. А вот когда много зеленых. А, ты еще и черный рисуешь. А я коричневый добавляю. Наши корабли будут не узнать и не найдут. Зачем такая расцветка нашему кораблю? Расскажи. Ну, чтобы он был красивый. И как похож бы на солдата. Он же отличается от солдата. Это точно. Я думаю, получается очень здорово. Варя там прыгает сзади. Хочет еще что-то порисовать. Вот у нас все. А я еще желтого добавлю, ладно? А можно я второй рисунок замену? Танки. Танк вообще нарисовать? Отлично. Конечно же, мы танк следующим рисунком. Мой корабль теперь уже, ребят, вы уже не узнаете, что мой корабль есть. Потому что его почти не видно стало. Вот так работает раскраска такого корабля военного. Когда вы на него смотрите, вам кажется, что его почти нет. А есть какая-то, например, кусок земли. Это называется камуфляж. Когда мы красим черным, зеленым, желтым и коричневым. И у нас получается камуфляжный цвет. А кресло где будет? Кресло. Но они там внутри, и их не видно. Я так придумал. Они как будто внутри. Но зато мне нравится твой корабль. Он у тебя очень мощный. Варя хочет скорее еще порисовать. Такие вот у нас рисуночки. Расскажи про себя. Ты кем хочешь стать? Ну, почти военным, но и полицейским. Ага. Как? Почти полицейским, но военным. Ты хочешь стать полицейским и военным? Ну, это хорошее. Но когда я буду стареньким, я пойду на войну. На войну. Лучше не ходить в старенький. Вообще, на войну никогда лучше не ходить. Но надо запомнить твои мысли. Мы их запомним. Ну, может, я на стойку пойду. Никита, давай мы будем завершать. Ты классно нарисовал корабль. Прощаться будем, потому что мы уже долго рисовали. Ребята с нами тоже порисовали. Мы будем прощаться, а в следующий раз мы нарисуем с тобой так, как ты и хотел. Ребят, Никита был с нами. Если вы поставите для него лайк, то будет приятно. Он посмотрит на себя на канале Рыбакиты и скажет, я молодец. Передай ребятам то, что ты хотел бы с ним сказать. Ребята, до свидания. Хорошее прощание. Мужчины так прощаются, ребят. Ребят, до свидания. Мы еще вернемся, да? Пока-пока.